Уважаемые коллеги, здравствуйте. Современная фармакология и также широкое внедрение средств технического оснащения позволяют сегодня провести любой метод анестезиологического пособия практически любому пациенту стоматологического профиля в амбулаторных условиях. Итак, хочу выделить и хочу с вами поговорить о трех главных группах проблем, с которыми встречается врач-анестезиолог, начиная общую анестезию в кабинете стоматолога. Это организационные проблемы, вопросы повышения комфортности стоматологического лечения и клинические аспекты работы врача-анестезиолога в стоматологии. Первое, что отмечается в большинстве стоматологических клиник, это отсутствие как такового привычного нам отделения анестезиологи-реанимации. Там есть штат анестезиологов-анестезистов, но, как правило, даже если работают несколько человек, в один день на одном вмешательстве присутствует только один врач-анестезиолог, помощник-анестезист, и это накладывает такие своеобразные, своеобразный отпечаток на деятельность. То есть, если мы проводим общую комбинированную анестезию с инвазивной ИВЛ, и у нас случаются трудные дыхательные пути, о которых мы уже сегодня поговорили, то, естественно, единственный выход здесь – это пробуждение пациента и введение его в седации. Позвать на помощь некого, начальника нет, заведующего. Второй немаловажный момент. Вместо привычного операционного стола с нормальными подставками под руки, стола, который конфигурируется, у нас стоматологическая установка, стоматологическое кресло. В зависимости от предпочтений тех, кто эти кресла создает на фабриках, мы видим различные такие установки, которые не всегда удобны для врача-анестезиолога. Там нет полноценных подставок под руки. Если есть альтернатива маленькая, то это не совсем удобные узкие подлокотники, нет валика под шею и иногда даже есть кресла, в которых нет опоры под поясницу. Они заточены, так скажем, для вмешательства пациентам, которые находятся в сознании. Об этом тоже немножко потом поговорим в контексте клинических аспектов. Это тоже важно. Транспортировка в палату пробуждения происходит чаще всего не на лежачей каталке, а на сидячей каталке, так как уже пробуждаем пациента, находящегося в хорошем мышечном тонусе. Плюс это, если мы говорим о лежачей каталке, она занимает достаточно много места и из-за дефицита площади в стоматклинике не всегда могут себе позволить хранение еще и каталки. Скажем так, необходимо обязательно, как это говорится, на берегу договариваться врачу-анестезиологу и врачу-стоматологу о терминологии, о том, кто, как понимает, наркоз, общую анестезию, седацию, анксиолизис и прочее. Для того, чтобы на первичной консультации пациент получил полную информацию о том, что с ним будет происходить, потому что ему говорят сначала, что у вас будет наркоз, а потом выясняется, что вообще-то врач-анестезиолог подразумевал, что будет здесь седация, но стоматолог сказал, что это будет наркоз. Тип приема. В стоматологии чаще всего достаточно большой поток пациентов, которые идут на первичную консультацию к врачу-стоматологу, так назовем этот конвейерный тип. Пациенты опаздывают. У врача-стоматолога много работы. Это создает какую-то спешку, лишние движения, что пагубно сказывается на сборе анамнеза пациента, на заполнении различных анкет опросников пациентам. И бывает так, что уже неприличный прием. Пациент приходит с незаполненной анкетой. Врач-стоматолог его опрашивает, но в анкету ничего не вносится. Ему говорят, ну вы заполните, пожалуйста, анкету потом по выходе. И пациент забывает благополучно, уходит домой, анкета остается незаполненной. И еще из организационных проблем – это важное донесение информации администраторам, куратору лечения, врачу-стоматологу о том, что ввести и вывести в общую анестезию, даже если это седация Дексдором, это все равно какое-то время. И не все это почему-то понимают, поэтому нужно объяснить, что это либо минут 30-час нужно нам еще для того, чтобы ввести пациента в общую анестезию, потом еще нормально, адекватно пробудить, вывести из этого состояния и транспортировать в палату пробуждения. Что касается организационных вопросов, стоматология относится к той сфере медицины, где, в принципе, все лечебные мероприятия, диагностические мероприятия можно выполнять либо в условиях местной анестезии, либо вообще без нее, как, например, лечение поверхностного кариеса, профгигиена и некоторые другие лечебные мероприятия. Поэтому чаще склонны к лечению в общей анестезии пациенты, страдающие стоматофобией, и это не миф, я позже об этом расскажу о некоторых случаях. Пациенты, страдающие так называемым повышенным рвотным рефлексом, это когда врач-стоматолог, просто подходя к пациенту, скажем так, наблюдают рвотные позывы у пациента, и это ничем нельзя купировать, кроме как психотерапии, но на это нет времени, либо общей анестезией. Также, кому мы еще проводим наркозы и общую анестезию в стоматологии, это маленьким детям, с которыми еще нельзя договориться, как правило, год-3, такой возраст, и лицам, которые недоступны продуктивному контакту вследствие поражения центральной нервной системы, наследственных заболеваний и так далее. То есть, основная причина лечения во сне стоматологического пациента – это желание избежать стресса, желание, так скажем, отсутствовать на своем собственном лечении. То есть, если мы говорим, например, про большую хирургию, таракально-абдоминальную нейрохирургию, там наркоз, то есть общая анестезия, анестезиологическое обеспечение является неотъемлемой частью операции. Здесь же, в стоматологии, общая анестезия является не только методом, скажем так, выбора введения соматически отягощенного пациента, но и как способ повышения комфорта лечения. Можно добиться повышения комфорта лечения следующими способами, методами. Это соблюдая принцип минимальной достаточности. То есть, вначале мы рассматриваем возможность проведения лечения в седации. Седации либо Дексдором, либо Пропофолом, либо есть лицензия, наоборот, психотропных препаратов, Медзазоламом. Также, сблаговременное консультирование пациента. В отличие от стационаров, где пациент уже поступает с необходимым списком анализов, обследования, здесь мы имеем дело в амбулаторной практике с пациентами, у которых есть какие-то свои дела, и у них хирургия одного дня, иногда даже хирургия половины дня, и бывает даже хирургия нескольких часов, для которых им нужно подготовиться, сдать анализы, пройти некоторых специалистов, собрать консультативные заключения. Нужно рассказать о том, что им нельзя будет водить машину после окончания общей анестезии. Для некоторых пациентов это открытием является, потому что, с одной стороны, ему рассказали, что это будет седация, да, хороший метод обезболивания, энергетативная блокада. Это не тот наркоз, как говорится, что в стационаре, но тем не менее просим не водить машину. Поэтому нужно предупредить также, как и в стационарах, о том, что нужно убрать макияж, не пользоваться макияжем, парфюмом, убрать лак с ногтей. И, конечно же, голодная пауза тоже у взрослых, у детей такая же, как и в стационарных наркозах. Дальше. В послеоперационном периоде именно врач-анестезиолог чаще всего контактирует с пациентом, который находится в периоде постмедикации. И тут важно наладить, проследить за тем, чтобы пациент как можно более в ранний период перешел на пероральную регидратацию и на прием пищи для того, чтобы он как можно быстрее пришел в себя, проснулся и покинул клинику, ушел домой. И третья группа проблем, с которыми сталкивается врач-анестезиолог, это клинические аспекты. Клинические аспекты, потому что проведение общей анестезии в стоматологии сопряжено с некоторыми рисками. И первое из них, и самое большое, то, о чем можно, наверное, подробнее поговорить, это работа врача-стоматолога в ротовой полости создает высокий риск аспирации инородными телами. Это ирригационная жидкость, это мелкие стоматологические инструменты и так далее. Невозможность масочной вентиляции. То есть у нас ограничен подход к дыхательным путям, и если требуется углубить, например, поверхностную седацию, то возникают уже другие проблемы. Это нарушение проходимости дыхательных путей. Если пациент, находящийся в седации, защищен своими рефлексами, он с нами в контакте, он может повернуть голову, проглотить ирригационный раствор, прикрыть рот, раскрыть рот как можно более широко. А то если мы погружаем пациента в глубокий сон, он этого делать не может, и нам нужно более пристально следить за тем, чтобы пациенту ничего не попало в дыхательные пути. Корень языка западает, рот немножко, скажем так, закрывается в силу действия гравитации. Дальше. Обильный. Да, и как? Если мы не можем подойти с маской, вентилировать пациента, мы просто садимся на 12 часов за креслом пациента и выполняем торной прием сафара для поддержания проходимости дыхательных путей. Обильное кровоснабжение, особенно в верхней челюсти, также создает высокий риск аспирации кровью, ухудшает видимость операционного поля врача-стоматолога, что удлиняет операцию и удлиняет, соответственно, послеоперационный период наблюдения. Таким образом, мы подходим к такой клинической ситуации, когда у нас возникает конфликт интересов. Пациент хочет, чтобы ему было комфортно, не страшно, не больно. Врач-стоматолог хочет спокойно работать на неподвижном зубе, на неподвижном операционном поле, а анестезиологу нужно каким-то образом совместить желание врача и пациента и провести гладкое анестезиологическое обеспечение операции, чаще всего с сохранением спонтанного дыхания, таким образом, чтобы и гемитинамика была стабильной, и сатурация была 98 и так далее. Какие есть окресли? Мы говорили в самом начале, как организационные. Вопрос. Как это влияет на клиническую часть лечения во сне? Если нет, во многих клиниках нет каких-то противопролежных матрасов, гелевых матрасов, это может привести к формированию пролежней первой степени, если мы проводим долгие наркозы. Поэтому в данном случае в амбулаторной практике нужно как можно быстрее заканчивать операции. Наркозы должны быть короткими, период иммобилизации тоже должен быть как можно более коротким. Необходимо тщательно оценивать положение тела на кресле стоматологическом, потому что некоторые изгибы и форма кресла тоже могут формировать такие участки избыточного давления на тело пациента. Некоторые пациенты засыпают в комфортной позе, позе удовольствия нога на ногу. И если ассистент, бывает, укроет пледом пациента, уже не видно. И если так проспать 2-3 часа, то, возможно, будут такие позиционные изменения на задней поверхности бедра и голени, будет растяжение связок, и также может сформироваться такое красное пятно в виде пролежней первой степени на пятке. Трубка эндотрихиальная, установленная через нос, тоже давит на крыло носа и тоже вполне может стать причиной формирования пролежня. Но мы через рот не интубируем в стоматологии, потому что трубку столько детей, потому что трубка используется тонко, и там можно ретромолярно разместить трубку. У взрослых же мы чаще всего интубируем через нос для удобства хирурга, в том числе для удобства пациента, потому что трубка, установленная через нос, не давит на корень языка и меньше раздражает. Она и так является раздражающим фактором, находясь в трахее и в гортане, но трубку сноя через нос не давит на корень языка и не раздражает хотя бы эту рефлексогенную зону. Глаза. Глаза у пациента должны быть закрыты, так как после погружения в сон или в седацию, глубокую анестезию, анестезиолог отходит от головы пациента, голову пациента накрывая стерильной простынкой непрозрачной, и в время некоторых манипуляций работы врачи-стоматологи, ассистенты могут непреднамеренно с двиганием простыни открыть пациенту глаза, поэтому их нужно защищать гелем с декспантенолом, либо закапывать искусственную слезу и защищать либо шариком, либо заклеивать их пластырем слегка, чтобы они не открывались, потому что велик риск развития такого кератита потом по окончании наркоза. И немаловажно обязательно объяснение врачу-стоматологу, что местные анестетики обязательно к применению в наркозе, даже если участвует врач-стоматолог, потому что препараты, которые мы используем в амбулаторной практике, не являются анальгетиками, они не обезболивают, поэтому те клинические случаи, которые требовали бы местной анестезии без привлечения анестезиолога, то есть лечения пульпитов, удаления зубов, имплантации и так далее, также обязаны быть и безбольные местные анестезии, даже в случае эндотрекиального наркоза с использованием сегофлурана. Спасибо большое за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok